Привет! Сегодня 11 ноября и только что ушла Олесенька домой. Надеюсь, она дойдет хорошо и не замерзнет, потому что на улице у нас очень-таки холодно и темно, и фонари еле где горят. Я сегодня проснулась в 8.30 утра и заметила то, что у меня сильно болит горло и насморк и что-то подобие гайморита. В общем, я умудрилась заболеть, подхватить какой-то вирус, и поэтому сейчас, как я сниму видео, заварю себе Anvimax. А еще я забыла телефон свой зарядить, как обычно. В общем, буду лечиться. Далее, что я тут купила? Мы сегодня прошлись, как всегда, по магазинам с ней. Я искала себе резинки для волос, но которые мне нужны были. Я их не нашла, поэтому нашла альтернативу. Они очень такие красивые. Я не знаю, что это за цвет. Скорее всего, это какой-то нежно-йогуртовый, серебристый и коричневый. Все такие блестючие. Они, правда, не так хорошо держат мои волосы, но они красивые. Да. Далее купила вот такие штучки. Я не знаю, я на них подсела, я уже не могу. Стоят они недорого, поэтому можно. Я хотела купить другие, конечно же, но другие стоят очень дорого. Да. Поэтому вот такие. Я их практически каждый день с теплым молочком. У меня тут вся нога влезла, простите. Далее, вот эту штуку я купила уже давно. Наверное, недели-полторы назад. Я на нее долго смотрела, и я уже говорила, кажется, во влоге про нее, про эту натуральную постилку. Я ее до сих пор не могу попробовать. Вот не знаю. Я, скорее всего, ее сегодня попробую. Я постараюсь. Что еще я купила? Сегодня было много акций в магазине, поэтому я еще водичку себе купила. А то, что купили родители водичку, ее уже нет. У меня опять мой блог погас. Ну ладно. И я не знаю, когда я поеду в Метро Кэшн Кэри, поэтому я купила пока вот такую. Я не знаю, насколько ее хватит. Ну ладно. Далее, акции были сегодня на соки у нас. Вот. Вот такие два сока у меня вышли... Сейчас скажу. Сорок рублей два сока сразу. А в другом магазине сорок рублей стоил один сок. Иногда очень даже удобно там взять куда-то с собой его. Мульти я его очень люблю. И томатный. Томатный я люблю пить в самолете, потому что, как известно, в самолете немножечко давление другое. И многие продукты кажутся либо вкуснее, либо наоборот. Но вот томатный сок лидирует. Когда ты в самолете летишь, берите себе томатный сок, честно. Он там будет божественным. Далее, Олесенька мне нашла кашку вот такую. Она без сахара. Но я иногда добавляю в нее кусочек сахара. Кусковой такой. Стоила вот такой пакетик 10 рублей, если я не ошибаюсь. Вот, крайне мере, у меня чек есть. Да, 10 рублей. Вот. И, в принципе, нормально. Она стоит от 20 до 50. Вот такая обычная, безсахарная кашка. Мне нравится она. Далее, она мне посоветовала... Она такая липкая. Этикетка очень. Мне не очень приятно ее держать в руках, поэтому вот. Она посоветовала такую штучку. Это сыр, как я поняла. Шоколадный сыр. Она сказала, это вкусно. И мы сегодня вместе с ней купили. Я не знаю. Когда я это попробую. Но я потом скажу, наверное. Я с ней забуду. И, конечно же, я купила себе соевое молоко. Я недавно покупала... Вроде бы я показывала, что я покупала такое же соевое, только с бананом. Вот с бананом, божественно. И это тоже вкусный. И сегодня был по акции 1 штучка 56 рублей. Я взяла еще 3, потому что он у меня быстро заканчивается. Я его пью каждый день. Вот так вот. Далее прайсы от Олеси. Она купила себе чай и поделилась со мной. Это, кажется, с карамелью вроде бы сейчас. Да, это чай с карамелью. Он очень вкусно пахнет. Она у меня сегодня его пила. И у меня вся комната наполнилась... Это я ногой сейчас шваркнула. Наполнилась ароматом карамели. И также она вот такие вот маленькие презентики дала мне. А я ей сегодня дала... Что ей сегодня дала? Я не знаю. Она ничего не хотела. И поэтому лишь чаем напоила. И ежа как раз. И дала я ей, сделала наклеечки. Ну не наклеечки, а рисунки для скетча. Вот как-то так. В общем, такой вот у меня продуктивный день. Далее мне нужно в ближайшие дни съездить в деканат. Во-первых, мне нужно получить отзыв от преподавателя. Преподаватель очень-очень... Эта рука была. Очень странный. И не хочет подписывать ничего. Я не знаю, как его достать, честно. Вот. Мне уже как-то не хочется. Я не знаю, как я вообще буду сдавать. Мне заусенько и она... Слушайте? Вот этот странный звук. Это у меня заусенько об штанину и кошмары. У меня ноженок нет. И вот. Мне нужно сдавать экзамены. И честно, я уже... Нуник говорит, надо идти до конца. До конца. Я верю, что Нуник сдаст. Я верю, что все задут. Но я не верю в себя. То есть у меня мандраж какой-то начинается. И я, честно, я не хочу ехать. Вообще. Мне вот нужно съездить в деканат в ближайшие дни. Показать свою дипломную работу, чтобы проверили... Проверили все ли так и можно ли сшивать ее. И, наверное, скорее всего, мы в этот день заедем в метро Кэшнкэрри. И я себе там что-то куплю. Маму будут скидки там на молочную продукцию. Было бы неплохо. У меня сейчас очень сильно болит голова. Именно вот где лоб. Вот я чувствую вот этот вот насморк. Вот это все болит у меня. И поэтому я сейчас просто вот в этом вот... Где? Хотела сказать, в хламе. В этой кучке найду вот эту штуку. И все. Я не могу просто. Она горяченная, но при этом температуры нет. Обычный упадок сил. И вот давит что-то. Я не знаю. И да, сегодня одиннадцатая же, да? Я сегодня сделала огромный такой... Ну ладно, не сильно большой заказ на Алишки. И думаю, да, все будет хорошо. Я, может быть, еще что-то закажу. Там наклейки, канцелярия всякая разная. Также я заказала колье, ожерелье, ожерелье или колье. Я не знаю, как правильно. Надеюсь, я его буду носить. Я его давно искала. Надеюсь, оно придет хорошего качества. Также я заказала микрофон, чтобы вы меня слышали, когда я буду снимать на улице. Потому что я постоянно жалуюсь, что много машин ездят. И да, я хотела сумку заказать, но она маленькая оказалась на самом деле. Поэтому я не стала ее заказывать. И мой рюкзак, который я заказала ранее, он уже сейчас в Екатеринбурге. Так что, думаю, к 20 числам придет. И, скорее всего, я сделаю видео. Либо влоговое видео с рюкзаком, либо потом подожду и сделаю видео со всеми покупками с Алиэкспресс. Скорее всего, я сделаю именно так, да. Так скажем, будем таить ожидания. Или как это правильно сказать? В общем, как-то так. Дома у меня все хорошо. Ух ты. Эта машина просигналила. А еще в ленте, я повторюсь, очень вкусные пиар-ленты. Очень вкусные гранаты в ленте. Так что, по возможности, ездите в ленту. Гранат стоит килограмм 80 рублей, кажется. Он очень сладкий. И очень вкусные мандарины. Мандарины, я не знаю, сколько стоят. Но они очень-очень вкусные. Так что, люди, ездите в ленту. Там очень хорошие продукты. Мне кажется, что вот лидеры по, не знаю, по цене. Ну, магнит, он по скидкам в основном, по цене лидирует. А так, лента, Ашан, этот, глобус, метро иногда. Нормальные магазины. И карусель называется. Но я не видела в Ярославле. Я только в Москве в карусели была. Ну, там так себе. Нет, выбора того, что мне бы хотелось, если честно. В общем, да. Опять я сегодня тут покупочки свои показала. Что-то рассказала. То, что у меня на душе. Или не на душе. И что со мной вообще происходит. Так что, да. Влог выложу прямо сейчас. И буду лечиться. Не болейте. Грипп, пневмония. Я не знаю, что это. Бегает. Тут везде летает. Но болеть очень плохо и больно. Так что, кушайте хорошо. И не болейте. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok